Как рассказывают специалисты, покупатели часто сами определяют подделку. Фальсификат не приносит желаемого результата, да и по своим вкусовым и цветовым параметрам не дотягивает до оригинала. У нас всегда есть жалобы. Жалоб, конечно, достаточно на то, что какой-то препарат по вкусу не понравился. Раньше он был одного вкуса, сейчас стал другого. Не понравился препарат по цвету, по своему действию. То есть люди принимают препарат, а он не оказывает никакого лечебного действия. Больше всего подделывают широко разрекламированные лекарства, говорят в Гослегслужбе, и те, которые пользуются большим спросом среди покупателей. Вот то, что больше всего рекламируется, то, что больше всего люди покупают, вот это больше всего и подделывается. И препараты, которые пользуются большим спросом. Вот идет реклама, действительно препарат, действительно хорош, действительно его можно применять, действительно хороший лечебный эффект. Но под эту марку, под этот спрос, который начинается после того, как разрекламировали препарат, и некоторые его опробировали, делаются подделки. Но кроме подделки медицинских препаратов, Гослегслужба сталкивается и с еще одной проблемой – безлицензионной деятельностью аптек. Если за 12-й год на территории Украины было 63 аптеки, проводили безлицензионную деятельность, то вот за первые 7 месяцев 36 аптек нашли. Чтобы оградить себя от подделки, следует придерживаться ряда нехитрых советов. Первое – это контакт непосредственно с провизором, с фармацентом, который продают. Расспросить, что это за препарат, как давно он на украинском рынке, какие категории людей этим препаратом пользуются. Попросить сертифика качества. В целом же, отмечают специалисты, подделок среди лекарственных средств не так уж и много. Слишком сурово наказание для тех, кто пытается подделывать медицинские препараты. Кроме того, создаются все больше степени защиты, благодаря которым подделать препарат становится все труднее.